Амирскамина, которая работает туристическим агентом по недвижимости, но, грубо говоря, остаётся. Мечер бегает, возможно, забить, нет, добивание, и ещё одно спасение, но только какой частью тела. Пенальти, пенальти, пенальти. Амирскамина. И что, желтая карточка или красная? Красная карточка. Цвет красный, цвет настроения немедленно, вот так. Первое удаление на чемпионате мира. Вот это старт. Дела. Сборная Япония убежала в атаку, потому что защитник не смог зацепиться за мяч с третьей или четвёртой попытки. Восвоясь. Но это означает, что автоматически только к третьему групповому матчу, который, что знаю, умышленно или нет, как будто заманивает удар в ту сторону. Да, заманивает, но не перехитрят. 1-0 на спине у Синти Кагавы, 1-0 на табло в Саранске. Сборная Япония невероятным образом, драматичным, но ходят вперёд пенальти и удаление. Двойное доказание. И вот теперь немногочисленные поклонники сборной Японии дают о себе знак. Суть, он гремит разными звуковыми каплями. Одни от недовольства, другие от восторга. И здесь крохот. Это очень громкий стадион чемпионата мира. Аккуратный удар. Это, по сути, понемна. Ну, такая, не слишком всё внимание на капитана сборной колонии. Начали момент. Радамир Фалькао имел свой голевый шанс в своём репертуаре. Прыгнув, вытянув ногу, всё, как мы любим. Ну и Эдди Кавасон. Там всё очень лаконично. Была хорошая подача. И Фалькао, кстати, на своём стиле. Ничего лишнего. Но и они это чувствуют, что они всё равно должны. И просто как будто согласны. Хорошо играть. Ещё один холм. Снова быстро разыграли. Снова Дамирская Амина не разрешает его сделать. Сборный колонник. Там уже там лежит Мохитом, потому что ему досталось. Держится за лицом. Посмотрим, что было. Рукас на Кагала. Сити с мячом пас. Дальше удар. Плохой мимо ворот. Но даже такой плохой мог залететь в дальний угол. Потому что он был какой-то очень своеобразный и непредсказуемый для вратаря. Такое ощущение, что Иной задумал вообще другое. А потом в последний момент передувал. Квадрадову тоже отвечает за великолепной скоростью Дриблин. Для него хорош, своеобразный. Не подача-то будет или нет. В конце концов. Квадрадов. Отворотся. Работалка. Есть у Квадрадов. Это черта. Ничем делится не всегда охотно и не всегда будет. Славянская бригада назначает удар от звонка. Нет, у даже нет никакого уголового. Да, там было трудно разглядеть. Но он просто заигрался. И Кустиан Акемирур в 90-м. Но Никита здоровый бил пеналь, лишь важный. Подача. Славянская бригада выпрыгивает. Квадрадов. Квадрадов. Показывает на угловой. И Скамина соглашается. Больше что. В той штрафной площади здесь можно ударить. И он будет бить точно. Довольно прямолинейный бурец. В них 108 передач были. Даже четыре партики уже в контрольных встречах. Два конфедерации и один чемпионат мира. Это турниры, которые сводили сборные друг с другом. Две победы сборной Колумбии. 1-0 и 4-1. И одна победа, вернее, одна ничья. 0-0 на пункте. Мне, честно говоря, понятна эта замена. Квадрада на мой взгляд. Но и приглашали в Том Хэп просто так заслужишь, не получишь. Что-то только. Лобой. Ну да, но видимо не всем идет на пользу. Ребята, в английском, наверное, был. Так, наверное, нам, наверное, претензий. Что-то может быть. Еще один какой-то странный рикошет. Какой-то трехлый. Через среднюю карточку передачи. Все-таки Кентеринец получает. И по штрафной площади. Фалькао опять в своем стиле. Он как будто улочку забрасывает. Да, спиннин. Вот такой стиль игры у этого попадающего. В прыжке. Вытянув ногу. Фалькао принимает передачу от Морильо. И Фалькао. Есть свисток. И не спорит с судьей Макуто Хосеме. Раким. Что зрителям это не понравилось. А вот какая срезка. В сторону Фалькао. Мяч полетел, который чуть задержался сзади. И здесь штрафной. Удивительно. Какой неприятный конфуз для японской сборной. Такой кикс случился. Мяч полетел назад. А Фалькао как будто бы чувствовал, что там можно чуть остаться, задержаться. Но... Он не сам Фалькао, толкал. Макуто Хосеме. Фалькао опытный игрок, он знает, как подставиться. К тому же Фалькао вот здесь, он, между прочим, не тванил. Итак... Кинтеро не забьет и... Гол! Мяч со щитом! 1-1 сборная Калумбе сравнивает что по 39-й минуте. Ох, хитрец, а! Какой хитрец! японцы назад и падение фалькао который был слишком убедительным и невероятная хитрость лисия хитрость кентеро который пробил низом в ближний угол и тут нецарапывает мяч мы видим конечно синдио календик агава из воротного нужно совершенно точно за линией работает система фиксации она работает автоматически сейчас набрасывается японцы на резервах арбитра чтобы пытаться функционировать это давление оказать вместе с тем какая феноменальная хитрость я кажется что хиттера хиттера так и задумывал не может у такого мастера не получился удар на струк что это была хитрость здесь еще замешкал конечно колосима не получилось сразу одним касанием одним движением выпустить мяч на мордове арене роман кружкин и роман наручев работают на вас состоялась второе играет мячом с весом опять счет да еще и таким странным способом хитроумный удар поворотом и один первый тайм уже история уже история то что сегодня показано первая красная карточка забил сумасшедший гонок в том матче который в первом тайме а второй тайм этого матча спасибо с комина фиксирует здесь без карточки Уасако развернулся. Очень здорово. Убилок в ворота. Приятных членов своих игрой оставляет этот нападающий сегодня Юйя Уасако. Он, как и Кавасио, тоже вылетел на вторую лигу. Только во второй бутно с лигу, что играет Сакьоль. Здесь Сачи смотрит, что проиграл позицию, так еще и дважды пытался. Все задавался. Чуть в сторону. Очень опасная атака на ворот. У сборника. Убилок в ворота. Успина. Сачи заодно красный. Здесь подкатился прямыми ногами. Убилок Барриус. А вот предыдущий удар Инуи. Очень неплохой сезон провел в Баварии. О, какой трехот. Сейчас он заставит испанского хита. Это подача. Хорошая подача. И очень неплохо удар. Это Мейю Сита центральной защиты. Такая статистика Кентеру, замененный, сделал девять всяких передач, после которых возникает опасный момент. А вот опасный момент ворот холмбийцев. Неплохой выпад. Ироки Сакай. Он играет в такой команде. Напомню, это Марсель, который очень много атакует. Ироки Сакай привычен к тому, чтобы идти к чужой лицевой линии и спокойно там ничем распоряжаться. И сейчас он пытался пробить в дальний угол. Другой Сакай, тоже крайний защитник. Хрой сгонтрельной игре. Мури ее подстраховал. Второй центральный защитник. Это Вилар Муарес. В момент приема мяча пытался атаковать. Попал по ноге. И желтая карточка, вот, пожалуйста, не было. А сейчас приводит. Вот как. Ванера Стаминни. Заход против Шинзик. На резервного арбитра. Нефти Абди Шарефа из Алжира. Вот он хорошо на руках. Спай, кстати, спай. Хонда с мячом. У него рабочая бьющая левая. Вот удар. По той же траекторике, который уже от ноги Кентеру мяч в эти ворота вкатывался. И вот как раз у спина их сохранит. На чемпионатах мира Кейси Кахмарда. Собежит атакующую перспективу справа. Так и есть прострел. Внимание, Асака разворачивается. Удар. Гой. В последний момент. Нельзя кричать гол раньше времени. Нельзя. В последний момент мяч коснулся ноги колумбийского защитника и отправился за пределы поля. Роман, это блестяще сказать. Го-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Монитором. Опа! Все-таки загорается. Вот-вот досрочно. Ты предсказал. Это взятие ворот. Ну а где-то тут должно было быть. Японцы прыгают в кучу вало. Делают вот там, в технической зоне. А тренер сборной Японии, по погонению на радость, Акира Нисино, уже дает там какие-то указания. Футболистов, которые еще не отошли от празднования забитого мяча. 2-1. Обратите внимание, три футболиста японских. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok